Благодаря поддержке фонда «Солидарность» еще одна семья сможет решить многолетнюю тяжелую проблему отсутствия собственного жилья. Помощь получила многодетная Читагам Картиевых. Финансовых средств на новый квадратный метр у них не было, но помощь не заставила себя долго ждать. Репортаж Жирейда Тхалухоевой. Облезлые стены, шаткая крыша и продуваемые окна. Именно в таких условиях многодетная семья из шести человек ютится последние три года. Как объясняет Хава, раньше они жили с семьей мужа, но с появлением детей захотелось обзавестись собственным домом. Приобрели земельный участок и даже возвели фундамент. Но больше двух лет назад отец семейства заболел и сейчас находится на лечении. Теперь их единственный доход – пенсия мужа, но ее едва ли хватает на его же лекарства. Как известно, беда не приходит одна. Больная младшая, дочь семейства. У маленькой Ясмина врожденная дальнозоркость. Девочки два раза делали операцию. Но она все еще плохо видит. И пока глава семейства находится на лечении, все семейные заботы и воспитание детей легли на плечи Хавы. Конечно, без внимания не оставляют и соседи, и родственники. В то время как фонд «Солидарность» старается обеспечить всеми необходимыми стройматериалами, они обещают помочь при строительстве. Руководство района также не остается в стороне. Мы будем оказывать помощь в Кровле. Кроме того, работы, которые будут здесь проводиться, здесь есть местный фонд благотворительный. Там молодые люди, которые безвозмездно помогают всем нуждающимся в строительстве. То есть они будут тоже, в свою очередь, оказывать помощь. И совместными усилиями мы, я думаю, этой семье поможем и построим им хороший дом. Поддержку оказали не только Гамкартиевым. Представители фонда также навестили семью Чапановых и подарили им стиральную машину. Милана Чапанова обратилась в «Солидарность» с просьбой провести воду в дом, в котором она одна живет вместе с пятью детьми. Глава семейства несколько месяцев назад умер от инфаркта, поэтому многодетная вдова нашла помощь благотворительной организации. Глава семейства «Солидарность» За них больше просили другие. То есть люди, которые их знают, знают их положение, они к нам обращались. Они даже поставили их на очередь, то есть на учет фонда. Когда мы выехали, увидели здесь такую картину. Да, они сами стараются что-то сделать. Заложен фундамент и родственники обещают уже летом возвести здесь же дом. То есть будут все вместе помогать. Продолжается работа. Мы постоянно ежедневно выезжаем по всей нашей республике. Постоянно по этим адресам мы являем наиболее нуждающихся и постараемся таким людям помогать. С начала года помощь получили 27 семей. У каждой из них своя история и своя беда. Кому-то проводят отопление, другим возводят стены, третьим кладут крышу. Все работы ведутся за счет добровольных пожертвований. На сегодняшний день помощи от фонда ожидают еще тысячи малоимущих и многодетных семей.